КАРАСУ-2 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И по итогу все-таки 27 февраля состоялось последнее заседание Верховного суда коллегии И по итогу было отказано в надзоре При этом Верховном суде было признано, первое, что мы землепользователи Второе, что мы являемся собственниками этих гаражей И снос гаражей неправомерен, и они опять же обязаны восстанавливать Все это мы наблюдали ни в первом, ни во втором Они не приходили на Верховный суд, они не приходили на суд первой инстанции Они не приходили на последний суд И сейчас они опять подают в Верховный суд надзорную жалобу А протестовать еще один суд, сколько нам надо выигрывать судов Мы уже 11 были в 11 судах Это мы что, нам уже можно писать войну и мир Уже три тома у нас вот таких бумаг, у меня накопилось столько И столько претензий, говорю И получается, Хаким, который должен защищать наши права и наши свободы Как исполнительная власть на деле, получается, нарушает сам У нас было решение Верховного суда на руках о том, что признан незаконный снос Идет снос с техникой на людей И стройка была незаконная Мы приходим в МИБы Они нам говорят, ой, у нас есть запись, мы можем предоставить эту запись Где МИБ говорит, извините, мы ничего не можем сделать, это Хакимияд Уже прошли все судебные инстанции, фактически То есть у нас есть постановление судебной коллегии Верховного суда Согласно которого все владельцы гаражей признаны фактическими владельцами И их права подтверждены постановлением судебной коллегии Верховного суда То есть высшей инстанции уже фактически у нас не имеется И, соответственно, людям Решение суда первой инстанции, где установлено, что действия Хакимияда признаны неправомерными Оно оставлено в силе И сейчас они, получается, инициируют на ровном месте судебное производство В частности, в виде того, что обращаются на... Они обжалуют определение о разъяснении решения При этом, если вы почитаете жалобу, кассационную жалобу в порядке надзора Везде идет по сути первого решения То есть, к сожалению, здесь я не знаю, с чем это связано Но просто даже чисто с точки зрения законодательства Ими не обжалуются определение Ими обжалуются по сути постановление судебной коллегии Верховного суда Которая уже вступила в законную силу И все оставлено в силе То есть действия признаны неправомерными Исполнения нету Которая, суд, аджирмилар и карар ларя Ижраса на тамин леш учин Туман маќбуре ижрасу бюро остатан Оз вазифасы на баќаришни сураган Ахали, ашкара тусихларге дучкилганан Байан етти Байан етти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Настолько атаковали городской суд Действительно, они заходили на прием к председателю Они были бедные по всем приемным И президентским, и волей мажли сходили Я даже сейчас не вспомню, куда они только не ходили Мне кажется, уже обошли весь город После этого город направил в Бегтимир То есть, если мне не изменяет память Это где-то в октябре месяце Бегтимиром была принята жалоба к производству 17 октября, да? И после чего было вынесено определение О приостановлении работы То есть определение о мерах предварительной защиты То есть все работы должны были быть приостановлены Данное исполнение Данное определение не исполнялось вообще Ходили, жаловались и на бюро принудительного исполнения Вплоть до того, что дошли уже до Генеральной прокуратуры, которым Под ведомственным бюро принудительного исполнения И только 10 декабря 2018 года Наконец-таки вынесли решение Бегтимирский суд, вот судья Михлиф Это, наверное, низкий поклон этому человеку Который не побоялся выносить решение Один из немногих судей именно в районе Да, это так же вы правильно сказали Это к городу относится Но он действительно умничка, большой Он изучил все дело Он посмотрел все видеозаписи Потому что были записи, где людей били Действительно, там не просто так, что у них гаражи срезали и все Там людям наносились телесные повреждения У нас была куча заявлений в правоохранительные органы Правоохранительные органы никак не отреагировали, по сути То есть нам возвращались, что то нет состава То нет события преступления, то еще что То есть куча различных было, ну как сказать, оснований Мы, наверное, это воспринимаем, извините за выражение на телевидении Не знаю, можно говорить, отмазок По-другому это просто назвать невозможно И все заявления остались без рассмотрения После чего Бегтимирский суд 10 декабря 2018 года Вынес решение, где признал действия Хакима Хакимята Мирзово-Убегского района неправомерными Мы не обжаловали решение Хакима за номером 1035 Потому что мы сразу сказали 1035 к нам не относится Потому что там было указано Карасу-3 Мы являемся, наши гаражи располагались на территории Карасу-2 И вот сейчас уже обсуждается вопрос о том, что якобы стояли незаконно расположенные гаражи Не на том массиве, точнее на том массиве, где было решение Асан, я прошу прощения, до вашего прихода как раз мы говорили об этом Это имеет принципиальное значение, Карасу-2 или Карасу-3? Это имеет принципиальное значение И мы сейчас, почему я говорю о том, что сейчас обсуждается эта тема Мы уже не можем ее обсуждать Потому что судебная коллегия По основлениям судебной коллегии Верховного суда Уже установлено, что данные гаражи были расположены на Карасу-2 Решение было вынесено по адресу Карасу-3 Мы сейчас еще вернемся к вам Давайте предпринимателям тоже дадим Мы сейчас вернемся к вам Я был в 2001 году, когда я работал в 2001 году. Я работал в 2001 году, когда я работал в 2001 году, когда я работал в моем городе. Я работал в моем городе, где мы работали в моем городе. Мы работали в моем городе. Мы работали в моем городе. В 2016 году, Тошкин Шахар, депутат Кенгеша, когда я работал в моем городе, я работал в моем городе. Я работал в моем городе. Чтож я работал в моем городе, я работал в моем городе, а ч. в моем городе. Jonak был завтрам в моем городе. В моем городе потом написал gegол棄. Мы раньше в 2016 году, 匠 готовился год к lessonку, чтоתח mim page ты плачал в собаке. - Но в 17-м году в Узбекистан Республика президента Шавкат Мирзиаевна 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 Республика президента Шавкат Мирзиаевна Я просто сейчас хотела добавить в отношении постановления Кабмина за номером 1411, о котором говорила Наим Гапарна. В этом постановлении конкретно сказано, что строительство бассейна в детской оздоровительной школе. То есть, нет, в детской, как раз-таки на русском языке конкретно там идет, в детской оздоровительной школе. И как раз-таки именно эти пункты также были приняты во внимание судом. И мы сейчас, знаете, обсуждаем тему, законы были гаражи, незаконы, где было что построено. У нас есть постановление судебной коллегии Верховного суда. Законом предусмотрено, что даже не обсуждается то, что установлено решением суда. Зачем сейчас разводить лишнюю демагогию в плане того, что там должно было быть, не там. Все, судом установлено. Стройка была незаконно осуществлена на территории Карасу-2. Это Карасу, точнее, данная территория Карасу-2. Стройка должна была быть по 10.35 на Карасу-3. Это установлено, повторюсь, постановлением судебной коллегии Верховного суда. К чему сейчас эти обсуждения? Давайте говорить по факту исполнения. Решением суда установлено, что они не относятся к Карасу. Вы депутат... Сейчас, секундочку, друзья. Депутат городского Кенгаш на МП. Давайте, у нее есть документы после передачи эти документы. Потому что такие разногласия, к сожалению, происходят. Вот мы в Юнсабаде тоже говорили. Это проезд 6-й или это просто улица? Там тоже очень нюансы такие большие. Только таки, а уже суд это установил. Я понимаю. Почему, если суд это установил, ни разу ни на одном заседании вашего суда, и даже в ваших обращениях, вы ни разу не обратились к председателю Махали Алишерновой, который находится на втором Карасу. А почему нам обращаться к председателю Махали, когда есть бюро принудительного исполнения, которое обязано исполнять решение суда? Оксана. Ой, Сабина, извините, пожалуйста. Сабина, при всем уважении, все-таки Махалю надо обращаться. Нет, у нас просто законом предусмотрено. Нравится, не нравится, Махаля, это во главе всего суда. Нет, Махаля Махалей, но у нас законом предусмотрено, что исполнением решения занимается бюро принудительного исполнения. А я, кстати, вам благодарен за то, что вы сейчас правильно сказали, во время интервью было говорили, что МИП относится к Хакимяту и... Нет, генеральная прокуратура. Вы правильно подсказали и помогли нам. Спасибо за помощь за это. У из стоков нашего гаражного хозяйства Валерия Абдуловича. Пожалуйста, Валерий Абдулович. Ну, наверное, я здесь старше всех и в курсе дела, как это все рождалось, как это было. Я сам принимал участие в этом деле, в строительстве. Да, хорошо. Это произошло в 1977 году. Когда построили наш массив в 2-й Коросу, мы, члены-автоматолюбители, вот я имею с 1975 года документы, с 1975 года. Мои друзья, автолюбители, имея такой документ, мы оплачивали здесь, все документ есть. Собрались. Так как имеем машины, автомобили, нам некуда было ставить, мы обратились в горосполком. Гор или райисполком? Горисполком. Для чего имеются документы, какого года, пожалуйста. Можно микрофон говорить потом? Для чего имеются документы, подтверждающие решение. Мы обратились туда, нам сказали, вот есть земля пятой категории, которая относится за этим. Если вы сможете освоить ее за свои деньги, там было болотистое место и разбросан стройматериал. Мы собрались деньги, сами организовали стройтехнику. Все это сделали. Вы не в курсе делу этого, конечно. Не знаете. Мы своим потом все это делали, приняли все участие, принимали, построили, свои капиталы вложили. И построили площадку ровную, ровную для установки. Сделали ограждение. Мы были как-то довольны всем этим делом. Охрану организовали. Ну, для себя мы сделали. И в конце концов уже прошло время. У нас все было нормально, все отлично, все хорошо. В 90-е годы, когда уже независимость стала Узбекистана, поменялись немножко времена. Ну, что я хочу назад пройти. Когда решение было горосполкома, там было четко указано, не знаю, из чего они, какого реестра взяли, стоянка 92 по улице Обдалина, Куйбышевского района. Это я сам подтверждал, там видел и получал этот документ. В дальнейшем, когда после нашей независимости поменялось немного, открылось гаражное хозяйство при Хакимиате. Хакимиат вел учет наших гаражей, фамилии, имя, где что находится, и случаячего происшествия, чтобы знали, где находится автомобиль. Было зарегистрировано пожарное хозяйство, ГУВД, город Ташкента. Все зарегистрировано, наши были, каждый владелец гаража, где фамилия, где место жительства, номер гаража. Все это было учтено. Было все прекрасно. Вот в таком плане. Спасибо. Никто не сомневается, что все было пронумеровано. Вы даже, я больше скажу, как и любой владелец гаража в любом точке Ташкента, вы платили ежемесячные деньги на... Мы оплачивали ежемесячные... Это ясно. Никто об этом и не думает, и не говорит. Мы платили, я сейчас скажу, вот было гаражное хозяйство, мы платили за налог на землю. Платили туда. В конце концов, вот что сказали, что там 14-го, 16-го года, 17-го, это как раз утре. Почему же тогда, до последнего, до 18-го года, оформлялись документы по улице Абдалина и получали суммы гаражное хозяйство? Почему? По этому же адресу. Карасу 2. А не Карасу 3. Почему они принимали такие суммы? 150, 160, 170 тысяч. С каждого владельца. Ну, это, наверное, не предпринимательный вопрос, а вопрос районного властей. Ну, адрес, вы меня извините, был не Карасу 2, а Карасу 3. Это финансы. Если там они что-то не договорились, а здесь финансы. Извините. Да, да, вот это очень принципиальный вопрос. Почему? Потому что… Дайте, пожалуйста, микрофон. Вы поняли, что она предлагает то, что вы сделали, нам раздать бесплатно. Вы согласны на это? Дайте, пожалуйста, ответить вопрос. Да, я не могу сказать, что вы сделали. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. . . Что такое частная собственность? Это владение, распоряжение и пользование. Также всех наших собственников, нашей частной собственностью. Хочу, куплю, хочу, продам, хочу, в аренду отдам. И поэтому вы готовы, чтобы мы... Вот, я извиняюсь. Вы волнуетесь, чувствуете? Я волнуюсь, но... Дело в том, что наши гаражи были частной собственностью. Основополагающий момент частной собственности – владение, распоряжение, пользование. Теперь вы считаетесь частными предпринимателями. Вы готовы мне бесплатно ордером оформить на меня гараж, который я захочу, продам, захочу, отдам в аренду. Но пользоваться я им буду столько времени и могу передать в наследство своим детям, внукам и так далее. Готовы? По-другому,私 вопрос. Да. Но это пересекает шутки дома, который позволяет нам нам сделать сложность И если у вас есть задание, то мы получим бежать У нас есть 5 ежегодный, все выговоры Мы прикрытываем, сейчас мы решаем что через него И это каждый раз. Это средство меняют собственность. Он очень давал менять. Как вы будете делать, он там ограничен. В последнее время это предложение. Понимаемость, это средство меняет в правильный обезду. Это средство меняет. В сейтем, который vocêтонный, взлата из двери, И больше всего, как свои дела применяют. Или это средство меняет в средство меняет. Если вы очень рады поработать, то это средство меняет в правильный обезду. Идет, в районе guerre, и декоративная реализация. Если вы вечериняет правindeсти, возьмите exact toen胡 и думаю, chamber news Кто тогда говорит, что любой разрешен нанep 믿는ружа Asian рождения и президент회 Потому, что его желательно запретить и ногу вопросов по ходу ?" Кто им дойдет лишь команде. А если чтобыколы человек призывается, они должны право содержать Газар FRK к полноте дань, не то да. Мы должны продолжать. На данном метеорре законно установила mochjes Ответом нам не бросibilяло бы убежать После этого было 2 века На этой комнате, мы привыкаем в двор Number 2 У нас есть очень много места, у меня есть курсы. Поэтому, если вы хотите получить гараж, то есть все машины, в этом направлении, в этом направлении, все машины, все машины, все машины, все машины, в этом направлении. Мы говорим, что мы говорим, что в 2018 году Мы вам претензий не предъявляем. Я вас спросил, вы в курсе, что ваше детище, которое вы строите, хотят нам подарить? Вы в курсе? Нет, подарить никто не собирается. А мы требуем, мы требуем. Мы пользовались землей, за пользование землей мы платили налоги. Но наши гаражи, это наша частная собственность. У нас ордера были. И вот на основании этих ордеров мы имели право на эту собственность. Если вам предлагают компенсировать то, что законодатель прописал, законодатель алгоритм написал, как компенсации предоставлять. Если сносят дом, квартиры, гаражи, компенсация должна быть вот в такой форме. Хакимиат, игнорируя это, он просто снес. Он резал все гаражи автогеном, он резал все гаражи сваркой какой-то. Но не так надо делать. Ты предоставь сначала компенсацию за этот гараж. Построй пятиэтажный гаражный комплекс. Предоставь каждому ордер, какой был у нас на свои гаражи, который стоил от полутора тысяч до четырех тысяч. Вот тогда это называется компенсация. А то, что вы предлагаете нам, вы остаетесь собственниками этих гаражей. А мы должны платить, мы готовы платить за содержание своих гаражей. Мы платили за электричество, мы платили земельный налог. Мы готовы за камеры, за охрану платить. Но вы нам дайте это, ордером оформите, что это наша собственность. Вот тогда будет конкретный... Мы готовы за это. Уважаемый предприниматель. 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 этой будки не дал свое согласие. С нами поступили по-другому. Нас как грязь из-под ног взяли, отодвинули и отняли нашу собственность. Собственность, которая стоит больших денег, это первое. И помимо этого, я лично с 80-х годов являюсь собственником машин. И у меня всегда, где бы я ни жила, у меня был свой гараж. И когда я переезжала на другое место, я могла продать и гараж, и машину. А что я буду с вами делать? Вы мне даете место в аренду? Я вам еще и за аренду должна платить? Вы будете свой бизнес развивать? А я осталась без собственности? Помимо этого, Хаким, запомните, Хаким, ни один Хаким, никакого уровня не имеет права нарушать закон. В основе гражданского общества лежит Конституция нашей страны и в краю угла этой Конституции права и свободы человека. Если наш президент с высокой трибуны всегда говорит Халкамге, Хазмат Каламан, а почему Озана Халкана Хаким Харкват Хазер? Мы третий год ходим по судам. Почему решение суда не закон для Хакимията? Что, Хаким над законом? Давайте, эмоции перехлёстывают. Я больше скажу, не только Хакимы, но и каждый чиновник обязан, это у каждого человека. Да, но давайте объективности ради. Представители Хакима-то здесь, никто не прячется. Никто не прячется, и они приходят, и давайте не будем на индивидуальности переходить. Хакима-то здесь, Мирзолугбекского района. Давайте послушаем. У вас же слушали. Значит, определено, что плавательный бассейн нужно построить в Махалек-Атакарасу, Мирзолугбекского района. Правильно? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Я дала предполагать в гараж. Я сдал дали в гараже. Кто будет сдал в гараж, это не дитя. Это дело в отзыве. Проресная о том, как я сдал в гараж. Например, как минимум я сдал в гаражи для тех. Я предусловно, что я не сдал в гараж. Я не согласен. Я не сдал в гараж. не ошибаются а но ты я по я нас могут когда копрек соларго легенства тема огнялась на мульски скоба генла кимутер гаража обкет колески кимутер тегетти темыр ларо угрожает кем больше мгон она ушел на ангелета ха хи хата маши коп каватли на хана до бешки рей шарта маха лена дыма ордыр галена дыма у башка гэл лекин лекин манакуаз барна папам час не собственно и падала агар улар на гараж лар на улица от магиям посоли Можно я одну разу только скажу. Дело вот в чем. Я извиняюсь, сейчас о моем гараже речь идет. Если я не продала, если нет. Вы знаете, что я до последнего сопротивлялась. Перед моим гаражом вырыли огромный котлован для бассейна. Это в тот период, когда шел судебный процесс. Когда все виды деятельности должны были быть прекращены по определению Бегтемирского суда первой инстанции. То есть в 18 октября было вынесено определение запретить все виды работ на нашей автостоянке и снос гаражей до того, как решится процесс. Мы идем по суду, они сносят гаражи. Мы идем по суду, они нашу землю распродают. А земля вообще-то, вот вы говорите государственная собственность. Давайте я вам скажу как экономист. Собственность государственная, основой ее является общенародная собственность. В 1922 году, может я ушла далеко, в 1922 году был вынесен декрет о земле. Да, декрет о земле, я как политэконом могу сказать. Декрет о земле был вынесен Лениным, где земля у нас была национализирована. Вы все-таки сказали это имя. И я все-таки это сказала. Национализация земли, где земля, ее богатство, недра, воды, это все есть национальное богатство, которое принадлежит всему народу. А государственное управление должно осуществляться в интересах народа. То есть каждого из нас. Спасибо большое. Давайте, это ваше право упоминать кого-то. Ну давайте жить в независимом государстве. У нас есть конституция, и здесь все прописано. Пожалуйста, крупным планом наши земли продали через Олокос. Два раза было объявление, и продавали через Олокос. Да, да, да. Сейчас идем. Сабина, не ошибся, да? Да, Сабина. Сабина, вот все, что произошло, произошло. Ну давайте будем объективны, будем, как это говорится, ну исходя из сегодняшнего, да, мы уже сейчас разрушив эти пятиэтажки и построив, я извиняюсь, может сейчас скажу то, что вам не понравится. Ну, по моему виду, обратно гаражи не поставят. А как? Почему не поставят? Подождите, давайте я скажу. Как? У нас есть определение Бегтимирского суда о разъяснении решения, где сказано, что Хакимят Мирзов-Бегского района обязан своими силами за свой счет восстановить гаражи в прежнее состояние. Просто сейчас, если позволите, я пару фраз из решений зачитаю, потому что у нас сейчас обсуждается все то, что уже установлено решением суда. Вот смотрите, ни в коем случае не к вам претензий, я к тому, что сейчас уже со стороны других лиц это обсуждается, в том числе и Хакимята. Здесь сказано, однако со стороны ответчиков, это решение суда первой инстанции Бегтимирским судом, которое было вынесено, однако со стороны ответчиков не были предоставлены документы, подтверждающие несоответствие гаражей правилам градостроительства и санитарным нормам. То есть, возвращаясь к началу передачи, я не помню, кто сказал такую фразу, что гаражи не соответствовали ни санитарным, ни каким иным строительным нормам. Решением суда это установлено, что не было предоставлено, потому что обязаны были предоставить акт рабочей группы. Далее сказано, значит, что в 10.35 решение Хакима было сказано о возмещении причиненного ущерба, что соответствует требованиям 206-й статьи Гражданского кодекса. Поясню, здесь все-таки не юристы. 206-я статья предусматривает вопросы в отношении собственников, не пользователей, не владельцев, а именно в отношении собственников. Помимо этого сказано, установлено решением суда, однако ответчиками не производилось никакого возмещения, что грубо нарушает не только требования решения Хакима города Ташкента за номером 10.35, а также требования статьи 206. Вот почему они говорят, что они признаны собственниками. Помимо этого, у нас постановление судебной коллегии Верховного суда за председательством судья Ахатовой, который тоже низкий поклон просто, что приняли такое постановление. Здесь сказано, что земельный участок был предоставлен под гаражи на основании решения Хакима соответствующих ордеров. Заявители оплачивали взносы, из которых оплачивалась оплата за аренду земельного участка, и они считаются землепользователем. В связи с чем остальные доводы надзорной жалобы также несостоятельны и не могут служить основанием к отмене судебных актов. И постановление судебной коллегии гласит. Решение административного суда Бегтимирского района от 10 октября 2018 года. Постановление инстанции административного суда Ташкентской области от 9 июля 2019 года вынесено по данному административному делу. Оставить без изменения. То есть все решение суда, вступившее в законы силы. Мы сейчас обсуждаем принадлежность Карасу-2, Карасу-3. Там, не знаю, ушли уже там, не знаю, во времена. Ой, не надо давать это имя не будем говорить. Да, 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 дальние, древние времена. У нас сейчас проблема не в решениях судов. У нас проблема в том, что исполнения нет. И сейчас у нас подана со стороны Хакимята, вот если не ошибаюсь, в октябре месяце, жалоба в порядке надзора на определение о разъяснении решения. То есть эти решения уже не обжалуются. Все, высшие инстанции, нет, надзорная инстанция, Верховный суд уже вынес соответствующее постановление. Сейчас обжалуются разъяснения, то есть определение о разъяснении решения. Почему же это определение было вынесено в 2019 году, 16 августа, если я не ошибаюсь. То есть, соответственно, уже прошло больше года, если говорить только об определении. Это только по определению. Микрофон, микрофон, пожалуйста. Объясню, зачем мы обращаемся за разъяснением. Потому что у нас суд, когда вынес решение, он указал, что действия Хакимята признаны неправомерными. У нас есть 189-я статья Кодекса об административном судопроизводстве, где предусмотрено, что суд при признании действий неправомерными должен указать на факт того, что какие действия признаны неправомерными, каким способом их устранить и в какой срок. Поэтому мы обратились с заявлением о разъяснении, где нам указали, что необходимо, каким способом, путем восстановления гаражей, за свой счет собственными силами. И там указан месячный срок, если мне не изменяет память. Месячный. В течение одного месяца. Вот почему мы обратились за разъяснением. Хорошо. Если сегодня, предположим, что суд примет на рассмотрение, Верховный суд, и будет дальше рассматриваться это дело, оно будет еще длиться, оно уже не закончено будет, правильно? Вы обжалуете определение о разъяснении. Я считаю, что неправомерно приостановление исполнительного производства, ввиду того, что на сегодняшний день уже Верховный суд, по постановлениям судебной коллегии Верховного суда, уже вынесено соответствующее решение, которое уже не обжалуется вами. Вы обжалуете определение о разъяснении. Так если вас не устраивает, тогда почему вы в жалобе указываете полностью все дело? В разъяснении сказано конкретно, что вы должны сделать. Давайте не здесь обсудим, будем это разбирать. Мы это обсудим в суде, но элементарно, вы подаете кассационную жалобу, на рассмотрение которой вы не являетесь. Просто-напросто инициируйте на ровном месте. Спасибо большое. Знаете, что нравится в вашем выступлении? Вы по факту говорите и нынешние времена. История хорошо, конечно, но вы не говорили, да? Давайте, вот кто не говорил, по-моему. У меня такой вопрос к застройщикам. Почему мы вас вот сейчас только здесь первый раз увидели? Почему вы до сих пор не обратились к нам? Для того, чтобы не изучили ничего по законодательству, сначала вы должны были договориться с нами, с собственниками, прежде чем чего-то строить. Получается, мы только сейчас увидели, у нас было 400 гаражей, у нас была охраняемая стоянка с единым кадастром на 400 гаражей. Вы строите 250. Извините меня, где логика? Значит, 200 машин, пусть так и стоят во дворах. Это нету в этом логике. Там было 400 машин. Не надо говорить, было 400. Какая разница, вы что считали, лазили в каждый гараж, что ли? Там было 400. Мимо того, помимо того, что там стояли еще просто возле гаражей, люди оставляли на ночь машины, чтобы не во дворах они стояли. И если бы вместо снесенных наших гаражей, по логике, которая изначально шла от Хакимията, я понимаю, можно, я за современные стоянки, пусть бы на всей этой нашей двух гектарах, чуть меньше двух гектар, построена одна большая громадная стоянка, и разгрузили бы наши дворы только слава Хакиму, а не наоборот, а у нас получается. Ничего не делается во благо народа. Это то, что должен Хакимият сделать, чтобы разгрузить наши дворы, чтобы дети играли на площадках. У нас дети лишаются площадок, потому что у нас загромождаются машинами, у нас драки начинаются. Я тут живу, это тут мое место, моя машина здесь будет стоять. А этот приехал соседу, гость, и начинается я, земля государственная, и я имею право на это. Вот так и получается. А когда Абдулхаков кричит, я есть государство, и земля моя, извините меня, это уже антиконституционные заявления. Это как так? У нас что, уже отдельное эмиратство? Мирзулукбек называется. Это как получается? Значит, люди, это бесправные, у нас, значит, только одни обязанности, а у Хакимият одни права. И то, что вот зачитывался 10-35 постановки, почему вы его до конца не прочитали? Почему вы не прочитали то, что господином Абдулхаковым написано? Сначала, Артахаджаевым извиняюсь, сначала надо возместить, договориться с людьми, предоставить замен место, только потом сносить. А вы зачитываете только то, что вам выгодно. Вот, снести и поставить. Это неправильно. Это получается, что вы и Абдулхаков, и Абдулхаков, и Абдулхаджаева подставляете. На суде последний, 27 февраля, ваш представитель такую чушь нес на суде. Извините, он заявил, что господин мэр приходил и сносил наши гаражи. Мэр города. Это уже вообще ни в какие рамки не входит. Вы уже подставляете того чиновника, который вообще к этому отношения не имеет. Получается, что прикрывает, чтобы в надежде, что будет звучать такая фамилия, и ваше решение в вашу пользу выйдет. Вот так получается. Спасибо. Спасибо большое. Брошу. 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 Солбердиску, это не маклышки. И, да, суд-то карарно, амальго, шерешки. Бол, за коронидоли, да, шимзем, и, о, зараке, шуалады, агарагады, о, вл, да, шимзем, суд-то карарно, амальго, ашерлышки, и, да, шумзем. Брошу. 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 Минуточку, друзья, коллеги, друзья, минуточку, давайте так. Все хорошо идет, я понимаю эмоции. Самое главное, к вашему спичу, который вы сейчас сказали. Я всегда на каждой передаче, когда эмоции захросуют, говорю, есть отдельные чиновники, есть отдельные моменты, которые бьют, но система работает. То, что система работает, я каждый раз говорю, наша передача одно из подтверждений этому, что вы в прямом эфире, это говорите на госканале нет это спасибо вам с другой стороны не надо все это валите на всех и вся если я всегда говорю я не нравлюсь вам но скажите что я не нравлюсь но это не значит что весь хакимят не должен нравиться это я к слову сказал я знаю что сабина такого мне не будет наши жители это самое главное правильно вы сказали народ это главное в этой стране другой вопрос сейчас по словам вот молодого человека выполнить решение суда но мы понимаем что сейчас уже на тот момент как к чему пришли мы не будем возвращаться в 22 год сидят люди предприниматели которые какие-то уже внесли свои расходы лично я вот мужчина сказал что компенсация да что должна быть либо собственность дайте нам либо компенсируйте нам я думаю что все таки здесь должно три стороны сесть хакимят который чуточку за пару татберкор который вложил да и ему его тоже понять можно у него тоже с неба не сыпется и он пытается и для города сделать потому что бассейн это тоже хорошая штука да ну я имею ввиду что но намерение как минимум достроит может быть действительно мы же не знаем что там будет и вы садитесь и сабина да я думаю что можно либо компенсировать да как они там между хакимятом предприниматели потом это будут разводить это их не как мы говорим вопрос главное чтобы с людьми сейчас до пропустили да не поговорили вот всегда говорю почему нельзя изначально пригласить и поговорить со всеми изначально чтобы потом это не заходило так далеко даже решение суда не исполнили если фаза говорит свое мнение вы говорите свое мнение вы давайте уважать каждое мнение я просто все равно считаю что только переговорами если все таки мы услышим потому что можно биться знаете очень долго коротко позволить коротко буквально коротко нужно заканчивать пожалуйста 15 секунд вот сейчас дат очень правильно сказала фразу одну в отношении того что можно решить любой конфликт миром мы могли решить этот конфликт миром и на стадии судебных заседаний и на стадии исполнения только почему-то со стороны хакимиата вот который решением суда его обязали возвести данные гаражи то есть а люди остались без гаражей никаких действий не предпринималось сейчас предприниматель по большому счету в данной ситуации это просто крайне люди которые ну я не замор если можно так сказать стали жертвой в данной ситуации нас предпринимателям у нас нету претензий абсолютно насколько мне известно и даже ну не знаю предприниматели дадут уже не дадут соврать у них кадастр на бассейн если не есть насколько мне известно до сих пор нету они территорию прошли но на этот буквально сабина буквально короткая коробка реплика потому что уже время мы слезем до заболе кимаших киргима учатся на вот он был айсом альбатта кима на конусом бор суд суте зима бы за доучить хоками это за сопла на дуу буткер мы стал больше они дам да амали отт ими я несут карлана амальго чироди орган хоккейм и кубой сомн алиоте юриды чехоттен прокуратуре гайдер лейк майтон ману озам шахстан телефон каганом да мипет вот узор оке хоккейм за хоккейм и кубой санаси шиша сакалом и москва я не вымоции боем отзыва на это он майор золиня бог бэд мейп хоккейм и откибой сомат амалиот юриды чехоттенок бассейн дэми униичем и миппо хоккейм и там буткен мусакалат шкарик хаккейк оттепа кратуре сутки короче кирилл хоккей метод масли керемики они дают охоте мать и хорош коллега хаккана катар орыми обувь на амальго ширме но это по закону не так нельзя к сожалению к сожалению к счастью по закону это не так на праздник бюро принесли испании подчиняется генеральной прокуратуре но не хакимиат а то что они сами это говорят но извините от нет грамотности это то что я говорю страдаете к сожалению люди мешают правильно воспринимать 5 секунд все прошли наверно хорошо что наенга парна подняла вопрос про бассейн да замечательно нам был нужен бассейн это все прекрасно но если бы это на начальной стадии застройки этого бассейна поговорили бы с нами появилась бы столько же маш как вы говорите не везде были машина в гаражах нашлись бы люди которые бы продали свое место и вы бы на том месте построили бассейн вы живу посередине поставили и там пустующая территория она абсолютно пустующая ничем не задействована целый гектар земли а бассейн стоит на 0 5 а 0 5 просто пустота и абсолютно она неоприходована и такое ощущение что это просто отъем земли был другого у меня не было нету я бы с удовольствием не я строила но понятный я и не я строю это ясное дело да я прошу прощения мы можем обсуждать спасибо большое но к сожалению формат нашей передачи я кунида рус отберселя макея на русском языке таржи македы рама кана ка боли штан катей на заре бизы корсат тумус мураса и мадара дейли ман баргам узы у зумы фальсофам шуке баргам мураса и келтришки сутты карары боладым башка хама узын фикрин и тканеге авалам бар рахмат кем дуркошылды фикримзге кем дуркошу узор депутаты москопе титуле ку он секунд ма узор сорима депутат ки беру масек ртаге мархамат ним бороза кстафа ассаламу алейкум саламу алейкум узор бана холдан аймпан га бродла манаса бина ханеттелла мульки галар га брышта хаката сал шашлын шашлын читать бирла клинга хаката алимбулан ям чунки халк манфаат и сунтурада лекиман сездим кимана тадыбур каллы говорят эман 10 по халл аша во вторжетом бол Я не знаю, что я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю. Мы все думаем, что все думаем, есть способность, которые могут быть осознаны, но это неспекинские люди, они говорят, они думают. Но я думаю, что у нас с депутатами, мы принимали в Садат, Гиньпан, и другие, они говорят. И, конечно, в ТГ-дь, это происходит на самом деле. Я готов к проживанию. Мы готовы работать и мы готовы, когда мы можем разобрать свою работу. Мы будем работать с самыми людьми. Но я не знаю, что мы не знаем. Я не знаю, что сегодня мы получили. Мы приведем к проживанию. Мы не знаем, почему я не знаю, что я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok